Уважаемые коллеги, добрый день! Мы представляем сегодня российскую картину, что особенно приятное, которая была в программе специальные показы «Тель и Топль». И я сейчас представляю вам съемочную группу. Это Кахи Кавзадзе, которой, конечно, не нуждается в представлении. Дагуна Маев. Сослан Фитаров. Мир Цуклаба. Редактор Александров Аликамиров. Продюсер фильма Наталья Ивановна. Второй продюсер фильма Мария Ксенопула. И второй продюсер Вячеслав Улык. И по традиции я бы хотела, чтобы кто-то из съемочной группы очень коротко представил свой фильм. Я не буду распространяться о картине. Я думаю, что вы ее уже видели, потому что пресс-показ уже был. И был публичный показ вчера. Поэтому я просто хочу сказать, что сценарий этого фильма, который написал замечательный сценарист Владимир Гутнов. Он живет в городе Владикавказе. Долго был у нас на студии, и мы никак не могли его запустить. Как-то не складывалось в отношении финансов особенно. Но вот при первой же удачной возможности, потому что в Адмиркульте вдруг стали проводить конкурс в 2014 году. И была такая ревинация фильм о межнациональных отношениях. И однозначно, что мы туда по этому конкурсу ложились, и мы пошли, и мы долго там боролись и убивали. Но в итоге, это не важно, в итоге мы получили деньги на дебют. И депутатом этой картины стал Александр Амиров. Я думаю, что это не вычислили случай. Но в жизни там все уже запрограммировано. Где случай, а где закономерность. И поэтому эта картина имела возможность состояться. Когда писался сценарий, то сценарий писался на господина Кавсанце и Софи Кочи Урэли. К великому нашему сожалению, Софи Кочи Урэли не стало. Она так и не дождалась реализация этой картины. И мы, когда были в Тбилиси с Машей, разговаривали там, были в театре у Кахи Давидовича. И повстречали там, на номере, сразу шли. Поговорили с ней, засняли ее. Она такая хулиганка. И нам показалось, что она вот подходит. И мы посоветовали Саше. И Саша даже по скайпу, по фотографиям сказал, да, она подходит. Уже потом они еще с ней по скайпу поговорили. Он сказал, да, утверждай. О чем это кино? Кратко. Кино – это о дружбе между народами, любви и мире. Вот такие банальные слова. Но мне кажется, что сейчас, в наше время, в 21 веке, они как-то особенно зазвучают близко каждому из нас. То, что мы видим с экранов телевизоров – это ужас, кошмар. И то, что происходит иногда, к несчастью, и в России. А в России у нас страна огромная. Это и Чечня, это и Кпика, и Тагестан. Ну, я имею в виду Кавказ, Азия. То есть, у нас очень информациональная страна. Я тут недавно узнала, что в России… У нас только в Москве проживает 60 национальностей. Вот. И мы решили сделать это кино. И вообще, как бы для меня личное… Все начинается с каких-то личностных моментов. Для меня личное это кино – это разговор с моим отцом, с моей бабушкой и, наверное, даже с моим дедушкой, которого я не знала. Я его не знала, но я вот таким его свет представляю. Вот, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо большое. Может быть, я бы задала вопрос один режиссеру. Потому что все-таки это дебют, и это яркий дебют. И мне хотелось бы узнать, почему эта комедия? Почему именно этот жанр для своего фильма? Ну, это такая счастливая была возможность, когда уже есть, по сути дела, сценарий, есть очень забавная история, есть и продюсеры уже, даже сценарий писался под конкретных актеров во многом. Тут я писал материалы. Тут невозможно было как-то его по-другому интерпретировать, как вот с этой ироничной манере. И ее нужно было только усугубить, и найти этому какую-то правильную тональность. И все, поскольку складывалось, именно как-то приходили те люди, которые оказывались действительно подходящими именно под эту историю. и актеры собирались, и оператор Пётр Буховской появился. И мы, когда начали складывать все, что у нас есть, собирать для этого сценария, мы поняли, что он может выглядеть вот только так, с такой наивной, с наивным и немножечко ироничным взглядом, как, не знаю, как спрещеного такого старика немножечко, глядящим на то, что происходит вокруг него. – Спасибо большое. Сейчас, наверное, я предложу Заву задать вопросы. Только я прошу, если есть вопросы, поднимать руку и представляться, из какого вы ее представлены. – Прошу вас. – Да, пожалуйста. – Лариса Островская, Федерация киноклубов. У меня к режиссеру Александру Амирову вопрос. Ну, два права, я знаю. – Связаны ли ли как-нибудь сегментически с Кавказом? – Это вопрос первый. – А второй вопрос по съемкам. Там, в фильме, есть очень забавный момент, когда боя пастухов, воляков и шевиков торгуются со святыми Георгией. И там появляется такая ящерка, которая сбрасывает камешек. Это для меня знак, что святой Георгией. Это постановочно? Или это как-то сложилось на земле и площадке удачи? Спасибо. – Связан ли я с Кавказом? Знаете, с Кавказом я, к великому своему сожалению, не связан. Но, вы знаете, очень много людей, которые живут в горах, живут в Средней Азии. И они, когда смотрели грузинские фильмы Георгия, они все, мне кажется, ассоциировались с этими жителями города. Я родился среди гор в городе Харгане, в Узбекистане. Мой отец родился в небольшом горном селе, которое сейчас находится на границе Узбекистана, Киргизии и Туркмении. Так сложилось после распада Советского Союза, что там тоже через Элипу, по сути дела, проходит граница. Для меня эта история, она не последняя. Все мои какие-то поездки на родину, когда мы ездили туда, где я жил в Узбекистан, это тоже была такая земля, которая собрала очень многих людей. Кого-то раскулачили в 30-е, кто-то бежал от голода, кто-то в эвакуации оказался в Узбекистане. Это был такой очень многонациональный котел, где люди разные жили. Для меня эта тема очень близка. Ну а грузинам все немножко хотят быть похожими на грузинов, мне кажется. Потому что, так как поют они, так как умеют веселиться, так и умеют веселиться никто. Я тоже вырос на фильмах замечательно, с грузинскими актерами прекрасными. Поэтому для меня это такой большой привет тем старым мастерам. А с ящеркой? А, с ящеркой. С ящеркой, знаете, это забавная история. Нам, вот когда Шелико и Валенов торгуется, там в сценарии, мы думали так же, какой же знак они получат. Там, то ли птички пролетит, то ли что-то, какой-то шорох от него служит. И в какой-то момент, ну, просто так совпало, что художник говорит, ну у нас тут есть ящерица, она забежала к нам. Может мы ее где-то поставим, чтобы она, типа, переднему плану, ну просто посидела там на камнях, там какой-то красивый кадр будет. А хорошо ли, что ящерица столкнет эту ткань? Вот. И мы, конечно, пошли на этот такой, ну... Буховской сказал оператор мне, ну это час, если не два, снимай эту ящику. Понятно, что времени у нас было обрезок. Вот. А вы понимаете, вот это место вообще, мы снимали в таком месте, оно... Это село Болтая, рядом с ним оно, как сказать, там много святилищ. Вот. Мы, разумеется, сделали свое святилище. И довольно долго уже вокруг него снимали. Вот. И ящерицу посадили на камушек, она так проползла. Вот. И как-то не у меня так. Вот. И я понял, что надо просто как-то принести жертвам светового геомбия в наше святилище. И положил туда немножко денег. Вот. И попросил в кадр. Ну, святой Георгий, помоги нам снять это быстро. Вы знаете, вот этот потрясающий момент, когда ящерица ползла, поставила лапу свою на камушек. Ну, разумеется, мы там подготовились так, чтобы я в ней камень не упал. И так совпало, что вот именно в этот момент он упал. Вот. И этот потрясающий кадр. И вот, конечно, приходили все потом переснимать с плейбэка. Все были просто в шоке от того, что это получилось живое. А вот я очень рад, что вы это заметили. И мне, в общем-то, этот кадр очень рад. То же самое. Есть еще вопросы? Тогда я позволю себе задать вопрос замечательным актерам, которые играли в вашем фильме, прекрасным мэтрам Кахи Павсадзе и Даму Наамаеву. Скажите, пожалуйста, вот как вам удается вот эта легкость на сцене и в кино, как вам удается так легко передавать свои культурные традиции, наносить их до зрителя и делать это с таким изяществом и яркостью? Спасибо. Если задан прямой вопрос, то отвечу. Перед этим съемком мне было сделано операцией. Астроном, коронавирусом, шунтированием, доложили четыре шунта. Я еще наркоз не прошел, когда мы позвонили, вдруг попозвонили, я сам живу в Чечне, не в Гродвеном, а в нашем государственном чеченском театре. Ну, из села едет на работу. Я ходил, был одет в бандаж, и с этим бандажом приехал. Ну, во время всего, я его снимал, мне надо было его носить шесть месяцев не снимать. Условия были очень сложные, горные условия, там машины не ходили, не могли подниматься. Поэтому нам приходилось и корабль, и все это. Если бы мне эта группа не понравилась, если бы эта роль не понравилась, я бы этого не сделал и рискнул своей жизнью. Эта группа мне понравилась тем, что я видел много групп. Мне показалось, что я попал, вот, наконец-то я попал в свою группу. Ни на Литвене, ни в Москве, ни в студии в Горьбе, ни в среднеазиатской студии, а в какую-то чисто чеченскую студию я попал. Почему? Традиции, обычаи кавказского народа, они очень сложные, но они простые, простодушные, честные дружники. Эта группа мне понравилась тем, что она знала традиции этого народа, традиции этих горцев. И поэтому она мне понравилась, и они были все порядочные, как два взяли. И я не думал, как там создать образ, как там работать, что-то там выписывать, что-то там подчеркивать. Я не могу там, я ничего не делал. Я сделал то, что я есть, и больше я ничего не играл, и никуда не прикидывался, не старался. Я делал, как мне нелить мое сердце, если попал в этот раз, что вы думаете, да? Ответил я на вашу вопрос? Да, спасибо. Кахидар Юрьевич. Можно Вас спросить о том, как Вы так молоды на экране? Вы самый пожилой персонаж на экране, и так Вы молоды. Как Вам это дается? Как получился, да? Какая получилась, и как это сделала? Это моя профессия. Я даже не знаю, хорошо, но мне получилось. Или не хорошо. Не знаю. Вы говорите, что нормально. Я счастливый, я доволен. Хорошо, товарищ Леонидов, хорошо? Если это так, то замечательно. Но я не знаю, потому что на себя смотрел. Я чуть вчера не умер. Смотрел на себя. Какой-то человек ходит, какую-то вещь делает, потому что все это не нравится. А Леонидов, что это хорошо? Что делать, я не знаю. Это хорошо вы говорите, да? Хорошо. Вам хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Я бы хотела спросить актрису, исполнительницу главной роли, Митюху Кулау. Вы прелестная на экране. Вы замечательная, очень красивая. У вас это не был такой звездный состав аксёров, с которыми вам приходилось работать? Спасибо большое за комплименты. Вы знаете, вначале, конечно, это такая активность. Когда ты узнаешь, что при первой работе ты будешь работать с такими артистами, как вот эти вот люди. А когда работать начинается, атмосфера такая дамажная, такая спокойная. Все другим помогали, я спрашивала, кто-то мне отвечали. И через какое-то время этот страх проходит, приходит комфорт, спокойствие и большое осложнение от работы. И после такой команды ты любому влюбляешься в эту профессию. И веришь, и на своём пути уже знаешь, что какие-то светлые, и что-то прекрасные, и что-то замечательное. Спасибо большое. Мне осталось спросить продюсеров, которые помогали снимать во Владикавказе и помогали снимать, делать этот фильм на местах. Это Вячеслава Глубева и Марию Синопулу. Как Вам удалось реализовать такой сложный и масштабный проект? Ну, реализовать – это всегда экран показывает. Так что вчера зритель смотрел, и было очень приятно. Вот ни одного такого замечания, чтобы сказали, нам бы хотелось, чтобы фильм был вот так и вот так и сделан. Все выходили, поднимали руки и говорили – какой тёмный человеческий режим этот фильм. Мы, говорят, давно такого не видели, мы, говорят, соскучились. Это самый лучший отзыв зрителя, поэтому у нас в группе вот об этом сказал наш известный киноактер, который снялся 50 ролей, более 50 ролей у него было. Один из первых, так сказать, фильмов его – это Юрия Чудукина «Жизнь старшей легенды». Это многосерийная картина, где он играл, так сказать, молодого, симпатичного, так сказать, кинояра. Вот Хаджи Мурада. – Да, очень прекрасная роль. – Да. Вот. И когда у нас возникли проблемы, главная роль, так сказать, в роли рядом с таким известным актёром, как и Кавсары, должен был стоять Чигарханян в роли Осетии. Вот. Но он по каким-то причинам, так сказать, под самый конец. Не знаю, у него проблемы были в работе, много работы было. И тогда пришлось обратиться к нему, и он с удовольствием согласился на эту роль. Но дело не в этом. Дело в том, что, когда группа приехала, то люди не знали. Первый раз приехали в Осетию, а потом, когда, так сказать, вся группа Панаефов, и художники, и костюмеры, и режиссёр молодой, и всё остальное, то какая-то чёртвая обстановка организовалась. Сразу, вот, как фильм, вот, как фильм, то же самое, сама группа была. Там было всё организовано. Не было такого дня, чтобы Иванова не позвонила несколько раз, или сама не приезжала. И вот Мария, сыно было. Вот. И вот эта обстановка, которая там была создана, видимо, тоже какую-то роль сыграла. Почему? Потому что фильм малобюджетный. На такие, так сказать, копеечки, извините меня, снимать такой полный метр картин невозможно было. Но вот продюсеры, просто генеральный продюсер и исполнительный продюсер создали такие условия, что люди не чувствовали, что в чём-то нуждаются. Совершенно. Вот. Это, это тоже какой-то плюс в творческой работе. Вот. И, тем более, для молодого режиссёра, который, так сказать, у нас является лауреатом премии, так сказать, «Золотой орёл», как лучший, лучший монтажёр. В общем, вот он здесь сидит. И это его первая работа, дебютная работа. Вот. И, конечно, он сильно переживал, но, вы сами видели, справился, не справился, это вам судить. Ну вот, не знаю, что о чём ещё сказать. Это, мы ещё будем картину показывать и на родине, и здесь, и, я думаю, дорога будет открыта. Вот. Все зрители в доседном Кавказе ждут, когда-то, когда эта картина появится. Интересно. Да, журналисты, которые подписывают. Хочу сказать о музыкальном решении картины. Вы видите, сколько там песнопений. И для этого специально Александр приезжал в Тбилиси и записывали Батону Кахи с ансамблем грузинского многоголосия. Потому что без этого мы, конечно, такой грузинской, ну, как бы, темой не прозвучало полноценно. Это раз. Потом мы, ещё такой момент, что мы всегда старались держать этот паритет. Грузия, Осетия. Даже количество песен, чтобы соответствовало герои, соответствовать Грузии с Грузией. Но это не всегда получалось, но не важно. Мы просто пытались, поскольку мы понимаем, что тема достаточно деликатная. Может быть, даже, вот, мы всё время говорим с Калей Давыдовичем, что тема, с одной стороны, очень сложная. С другой стороны, всё-таки нам удалось, вот, как мы думаем, найти деликатную её политический момент очень непростой. Но, мне кажется, только, как говорится, смеясь мы расстаёмся со своими недостатками. Ну, так, если сказать, если это наш общий недостаток. Вот, так что... Я хотела бы добавить ещё, что нас в Владикавказе очень поддержало правительство Северной Осетии в Салавании. Они дали свои административные мощности и помогли нам с локейшеном, потому что мы пошли на определённый лист, когда снимали первый, после Багрова, то, что случилось в Кагмадонском ущелье. Для нас это тоже очень знаково, потому что это такое святое место для всех каких-то фотографистов. Но там была самая красивая река и бега. И Саша сказал, Маша, прости, но только там мы можем это сделать, так как положено. И вот этот общий главный план снимался именно там. Очень быстро, очень сжатые сроки, мы очень старались. И, правда, пришлось потом потом о компьютерной графике дорисовывать. Но, как мы сказали зрителям, никто этого не заметил. Значит, мы сделали это хорошо. Спасибо большое. Нам остаётся пожелать фильму успехов не только на фестивале, но и в широком прокате. Спасибо. И выходит 1 сентября прокат. Спасибо большое. Любите русское кино. Спасибо большое. Спасибо большое.